Конфи. Вот это мы уже в центре находимся. Экскурсия Артёмовскому. Чуть-чуть мы не доехали до центра. Японская кухня. Тут уже мы по-всяки. Ватсак. Заведение. Мешка, гамбургеры. Ну, всё такое же. Через 150 метров поверните направо. Нью-Йорк. Вот тебе и Нью-Йорк. Пицца. Ещё одна Нью-Йорка. Какое старинное здание здесь. Поверните направо. Через 200 метров поверните налево. Артвин. Артвин. Он сейчас называется. Дом климата. Тут повернуть. Или дальше ехать. Не знаю. Чего молчишь? Ехать, а раз молчишь. Наверное, прямо. Если бы надо было поворачивать, он бы сказал. Верните налево. Вот теперь поворачиваем налево. Украинская. Угу. 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 Пошли на экскурсию. Мы сейчас опускаемся на глубину 60 метров. Наша группа 12 человек. Здесь вот это вот трубопровод, по которому идёт вино. Угу. 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 Значит, экскурсия будет продолжаться 2 с половиной часа. Температура помещения 12 градусов. Достаточно комфортная. Ну и влажность нормальная здесь. Немножко повышенная. Так, и вот мы подошли к венце. На некоторых участках прицепа нас тоже будет приезд в период города. Угу. 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 под давлением все 50-60 образов начинается георология кустация где-то кому-то чего-то не хотело открываться виноград растет под разными погодными условиями вкуса 11 года в год и 2 раза чтобы 100% повторить бутылочку и весом нужно правильно съедать куклаж съедает куклаж наполняет емкость 5000 декалитров огромнейшая емкость допустить ошибки не имея права наполнили куклажом и добавили опревачивающие вещества опять ЖКС, бетонит и бетель вот так, внутри емкости чем пустить бутылочку в производство мы ее проверяем выборочно достаются палеты 8-10 бутылочек наполняют водой и в течении 1 минуты бутылочка должна выдержать около 17 атмосфер давления 5-6 бутылочек не выдерживают палету оставляют на утилизацию больного если с бутылочкой все хорошо бутылочка молоко выдается цех после тиражной выдержки бутылочки бутылочки руками не трогаем так же в этом куху работает автотранспорт придерживаемся правой стороны бутылочки 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 здесь были бутылочки а вот это карста специально Бахус Это рабочий процесс можно потереть его за оборотку и он исполнит ваши желания сейчас же бахус такой грумо зло мало кто целует А, были, да? Были? А после дегустации? Были, да. Ну, после дегустации сюда достаточно тяжело уже дойти, я вам так скажу. И про баховцы уже забывают. Те, кто приезжают уже после дегустации, доходят до этого, то, конечно, уже баховцы не отговорили, там, ну, слава, уходить не может, шел бы вместе с ними. Если у кого-нибудь есть желание загадывать, мы будем проходить следующий слой. Глубина 75 метров. Насыщенный запах вина. Мы с вами прошли цех шампанизации. Цех шампанизации разделен на два подразделения. Римюажное и дегоржаж. Римюаж – сведение осадочка в огромную пробочку. Дегоржаж – удаление осадочка из бутылочки. Люди в основном были еврейской национальности, также мирные жители города Артем. С 9 по 11 января 1942 года людей собирали на железнодорожной станции. Просили с собой взять провизии на 2-3 дня, также с собой самые ценные вещи до 10 килограмм. На железнодорожную станцию забираются и пили людей в железнодорожное отдыхание. В течение 3-4 суток людей морили городом. Более сильных в основном это были мужчины, их забирали в курс лагеря на работу. Более уже слабых – это пожилые люди, женщины и дети. Едем с парка. Вот по такому парку с Валерочкой погуляли чуть-чуть. Посмотрели, надо было раньше. Не погуляли, а быстро глянули. Да, покушали в таком парке и быстро глянули. Что тут за красота такая? Ночной Артемовск. Едем с экскурсии. Энергии набрались. Интересная экскурсия, очень понравилась. Много чего узнали для себя. С Богом, очень понравился здесь вот парк. Плохо его видно, конечно. Вот там освещается. Речка. И там фигурки выросли. Но уже поздно. С деревьев, все из кустов сделанное. Интересное. Ну, когда-нибудь приедем, погуляем. Да, Валер? Да. Продолжение следует. Ну, вот в магазине мы купили себе вот такое шампанское. Артемовское. То фруктовое, да? С клубничкой. Она фруктовая, да? С клубничкой. Она фруктовая, да? Тоже. Вистер, жевая. Слабо алкогольный напиток. Вот. Ну. Такое же было и со смородиной, да? И еще что-то еще. Трех вида. И еще что-то там. Или персик, или что-то такое, да? И вот купили вот такое крымское. Экспортный вариант. Да. Экспортный вариант. Красное вино. Суп. Ну, вот. Такое в фирменном магазине. Крымская А изготавливает Артемовск.